Добрый вечер! На канале БукТВ большие итоговые новости в студии Виктория Нечаева. Неделя позади. Самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти семь дней. В итогах неделя самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Итак, сегодня в выпуске. День строителя глазами строителей западного обхода. Беларусь отмечает профессиональный праздник людей, гордо несущих звание строитель. Как выглядят школы 21 века, какие требования к ним предъявляют время и родители, и что в приоритете у руководителей новых учреждений. Специальный репортаж Анастасии Ноздрин-Плотницкой о завершающем этапе строительства в Бресте двух учреждений образования. Поднимали актуальный вопрос, изучили и отвечаем. День сегодняшний участка по отлову и содержанию безнадзорных животных. И это лишь части тех событий и мероприятий, о которых вам сегодня расскажут корреспонденты программы «Итоги недели». Уже в это воскресенье люди, чья жизнь в разные годы была тесно связана с возведением новых объектов и реконструкцией старых, отметят профессиональный праздник. В Беларуси – День строителя. Для Бреста этот августовский праздник в 2019 особый. Работы по подготовке города к миллениуму выходят на финишную прямую. Больше двух лет строители трудились над преображением областного центра, ремонтировали старые дома и возводили новые. Строили детские сады, школы, медучреждения, транспортные развязки. Большой план подготовки города, утвержденный президентом, практически выполнен. То, чего сегодня особенно ждут горожане – открытие второй очереди западного обхода. Масштабный объект дорожной инфраструктуры позволит разгрузить транспортное сообщение и сделает перемещение по областному центру более комфортным. Анастасия Ноздрин-Плотницкая о вехах строительства уникальной транспортной развязки и людях, чей ежедневный труд стал залогом общей победы. Знаете, когда мне предложил начальник, вот этот, быть начальником стройки вот этого объекта, для меня это, конечно, был, во-первых, вызов, потому что у меня таких объектов вообще не было. Это такая масштабная стройка, и построить такой объект, за два с половиной года – это, конечно, я считаю, довольно тяжелый труд. И я думаю, что наш трест, как и мостоотряд и другие подрядные организации, мы с этой задачей справились. Ведь, как говорят в среде строителей, кто не берется за сложную работу, тот никогда не узнает, как интересно возводить уникальные объекты. А именно таким станет вторая очередь западного обхода. 15-летний и старшая ответственность в отношении работы стали залогом успеха Дмитрия и его команды профессионалов. Когда я начинал строить объект, это было очень много нежелающих. Во-первых, это и жильцы, особенно с улицы Поплавского, все были недовольны, шумно, грязно, рабочие постоянно работают, и в субботу, и в воскресенье. А чем ближе к сдаче объектов, вот у меня знакомы постоянно, вот когда, 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 когда уже. Вот уже вот люди, реально, люди, которые мои знакомые, вот они ждут, когда уже откроется вот этот вот мост. Большое видится на расстоянии, это прозападный обход. Большую перспективу в эффективности его возведения люди также оценят, уверены строители. И вот они, первые метры на новом западном обходе. Уже мы здесь едем на автомобиле, и совсем скоро здесь будет пущено движение. Даже не верится, что так быстро построен был этот объект. Два с половиной года понадобилось строителям для того, чтобы возвести огромную развязку с Большим кольцом. Такому темпу работы специалисты еще десяток лет назад могли бы позавидовать. С Игорем Кулиничем, начальником СУ-158 8 Треста, рассматриваем редкие чертежи старинного Бреста. Руководитель одной из крупных организаций не только строитель со стажем, но и серьезный историк-краевед, которого всегда интересовала инфраструктура города. В сегодняшних условиях, когда областной центр вышел далеко за прежние границы, такие развязки здесь должны быть, уверен Игорь Кулинич. И смело заявляет, осталось совсем чуть-чуть, и люди ощутят, как это удобно. Работа была, скажем, интересная, потому что в нашей жизни нерешимых вопросов не бывает. Бывают трудно решения, интересные решения. Поэтому это была работа просто интересная. Вот и результат доверен. И действительно, результат уже виден. Совсем скоро с Брестским-Бермудским треугольником будет покончено, а на карте города появится новая транспортная развязка. Существующая дорога, которая подходит под путепроводом, она остается. То есть, будет движение как и по путепроводу, так и сохранится движение и под путепроводом. Идет основной уход с улицы Зубачева. Подъезжаем к кольцу, вот Речицкое кольцо. И будет три съезда. Съезд на улицу Брестской дивизии, на лейтенанта Рябцева и на улицу Дворникова. Анастасия Ноздринплотницкая, Павел Малошон и Контуд Луговкин. Итоги недели. До празднования «Миллениума Бреста» осталось меньше месяца. Многие предприятия, организации, ведомства, учреждения образования принимают активное участие в подготовке к знаковому событию. Готовят подарки. Недавно завершившийся фестиваль «Краски Бреста» тому подтверждение. Не остаются в стороне и объекты общественного питания. Несколько десятков баров и кафе участвуют в ежегодном конкурсе, который проводит Ленинская администрация «Цветы родному городу». Вообще, этот проект так и хочется назвать доброй, прекрасной традицией создания хорошего настроения. А еще это хороший повод сделать комплимент родному городу и поздравить его с приближающимся праздником. Активно ли в этом году объекты общепита подключились к цветочному украшению? И насколько большие букеты готовы подарить заведение имениннику? Расскажем прямо сейчас. Расскажем прямо сейчас. Есть акцент на лаконичности. Широкая белоснежная кома «Эфуорби», проходящая по краю летней террасы, придает заведению свой шарм. Сезон летних площадок – это всегда для нас важное событие. И мы к нему тщательно готовимся. Создаем для наших гостей солнечное настроение и приятную атмосферу, в том числе и ярким цветочным оформлением. Совместно с нашим партнером компанией «Анфлор» подбираем цветочные композиции, индивидуальные для каждого заведения. В конкурсе «Цветы родному городу» мы участвуем ежегодно. Ведь всегда приятно, когда то, что мы делаем с душой, положительно оценивается в масштабах города. В этом году от компании «Санторест» примут участие «Таймс Кафе», «Трактир озера» и «Кафе Чемодан». По-настоящему способна удивить и порадовать брестских гурманов кафе «Кофегорш» на улице Ленина, напротив драмтеатра. Причем как в гастрономическом, так и в визуальном плане. Сюда приходят не только ценители кофе, но и настоящие эстеты. Цветочным оформлением этой маленькой, яркой и такой душевной точки директор занималась совместно с главным архитектором города. А как иначе, кафе располагается в самом сердце Бреста. Мы только недавно открылись в городе, пару месяцев, но решили принять участие все-таки в озеленении, в украшении нашего города. Поэтому живые цветы, живая композиция, она в любом случае приносит положительные эмоции в нашей жизни. Человек, смотря на живые цветы, получает чувство удовлетворенности с собой, своей жизнью, ну и окружающим миром. В кафе «Апельсин», что на улице Советская, приходят не только для того, чтобы вкусно пообедать, но и отдохнуть. Сделать это в окружении креативных подсолнечников и других удивительных полевых растений, согласитесь, всегда приятнее. Делаем красивым наш город, стараемся также поддерживать красоту живыми цветами. А живые цветы – это удивительный дар, данный природой, который дарит нам радость и позитивные эмоции. Да, цветочная городская карта окажется настолько объемной, что создается ощущение, будто Брест превратился в колоритный сад. И взять хотя бы организаторов конкурса – Ленинскую администрацию. Ее сотрудники не только призывают горожан участвовать в конкурсе, но и сами задают тон. Здание администрации утопает в пестром убранстве. Это место обладает каким-то особым цветочным шармом, уютом и теплом. Между тем организаторы отмечают, в этом году желающих поиграть красками на летних террасах стало больше. В этом году Ленинская администрация района и главный архитектор Брестского горисполкома согласовывали открытие и цветочное оформление этих площадок. С каждым годом в данном конкурсе, конечно же, увеличивается количество участников. В этом году и в прошлом году активно принимают участие не только открытые летние площадки улицы Советская, но и набережные проспекта Машерова и улицы Гоголя. Победители конкурса «Цветы родному городу» будут определены по количеству набранных голосов в ходе интернет-голосования на сайте «Виртуальный Брест». Отдать свой голос можно будет до 1 сентября. Вернемся к теме строительства. Большое внимание в плане подготовки города к тысячелетию было посвящено развитию социальной инфраструктуры Бреста. Московский район самый крупный и самый молодой получит в этом году два новых важных объекта. Речь идет о крупнейшей в области школе. Ее вместимость порядка полутора тысяч учащихся и учебно-педагогическом комплексе на более чем 500 мест. Уже в этом году новые учреждения образования откроют свои двери для юных энтузиастов, путешественников в мир знаний и науки. Как выглядят школы 21 века? Какие требования к ним предъявляют время и родители? И что в приоритете у руководителей новых учреждений? Об этом и не только. С перспективы Грибного канала сегодня открывается вид на новый объект тысячелетия. Речь идет об учебно-педагогическом комплексе номер 11, расположившемся неподалеку от рынка лагуна. Буквально недавно на участке перед учреждением образования только начиналось строительство домов. Сегодня новый район, район сезонов зима, весна, лето, осень. На пороге открытия новой истории. Благодаря тому, что мы и санитарные нормы позволяют обучать детей в две смены, то есть первые и вторые классы будут обучаться в первую смену, третий и четвертый, во вторую смену мы сможем увеличить количество детей, только обучающихся в школьном звене до 400 человек. Поэтому, то есть по факту данное учреждение сможет в себя принять порядка шестиса детей с учетом детей дошкольного возраста. Конечно же молодой район, социальные программы экономического развития города Брест они выполняются, строится жилье, вы видите прекрасный район, соответственно должен быть и данному жилью соответствовать и учреждение как и дошкольного, так и общего среднего образования. Нам выпала такая большая честь, значит водить значимые объекты, это школа, сад, театр, кукол, дом, правосудие, западный обход. Сейчас мы находимся на школе-сад, работы практически завершены, идут пусконаладочные работы, поэтому скоро откроется, значит школа, сад откроет двери для своих, так сказать, воспитанников. Ярко, красочно и со вкусом, именно так сегодня строят для детей. Практически каждый новый район теперь имеет всю необходимую инфраструктуру для удобного проживания. В большом списке не последнюю роль играют учреждения образования. Сегодня упор делается на шаговую доступность, безбарьерную среду, насыщенность сада и школы с современными технологиями и спортивными объектами. Гимнастический зал для дошкольников, есть зал спортивный именно для начальной школы и вот для дошкольников отдельный зал, он совмещен с музыкальным, в общем-то я считаю достаточно удобно. Аббревиатура УПК знакома тем, чье детство выпало на годы Советского Союза, однако сегодня это понятие имеет другое значение. Учебно-педагогический комплекс, взаимосвязанный организм, где созданы все условия для того, чтобы ребенок полноценно развивался и не переживал стресс при переходе из детского сада в школу. Так малыш может находиться в одном учреждении с двух лет и вплоть до четвертого класса. Конечно же, в первую очередь, я думаю, что мы будем смотреть на оздоровительную какую-то программу, то есть мы будем свои технологии. У меня в свое время являюсь автором разработчика методических пособий по осанке, по обучению осанки дошкольников. Думаю, может быть как-то и на школьников, да, пускай на младших, но мы вот тоже будем смотреть преемственность, чтобы прослеживать. И, ну, вообще много-много еще задумок, но главное, не хочется говорить, потому что надо их сначала попробовать реализовать. Еще одно открытие формата 2019 – новая школа на полторы тысячи мест. В уникальном проекте, реализованном в достаточно сжатые сроки, проектировщики смогли учесть интересы всех категорий учащихся. Особое внимание к особым ребятам – пандусы, подъемники, лифт и, конечно же, укомплектованный штат педагогов со специалистами разного профиля. По штату у нас предполагается наличие двух коррекционных пунктов. Это штатные будут учителя-дефектологи и плюс на каждый специализированный и интегрированный класс у меня достаточно есть специалистов, которые изъявили желание работать у нас в школе, которые имеют либо логопедическое, либо дефектологическое, либо образование педагога-психолога. То есть вот этих кадров у меня на данный момент хватает. Отличительной особенностью новой школы в Заречном микрорайоне города стал и оснащенный по последнему слову техники спортивный городок. Площадки для футбола и волейбола, хоккейная зона, турники и детский городок. Такого оборудования пока не имеет ни одна школа города. Шикарная спортивная площадка. Такой площадки нет ни в одной школе. Даже в первой школе, которую мы открывали пару лет назад, она таким не похвастает. Потому что стадион с искусственным покрытием шикарный, площадки для тенниса, баскетбола, бадминтона. Даже вот эти, как раньше ставили коробки для хоккея, тоже есть, чтобы заливать сразу. Но она стационарная, можно играть так, можно заливать лед. И самая главная оценка труда, конечно же, от тех, для кого все это делается. Поле очень хорошее, искусственный газон, большие ворота. Это поле, как у настоящих футболистов. Хочу, чтобы поскорее открылась школа и пойти учиться. Анастасия Наздрин, Плотницкая, Наталья Луговкина, Эдуард Букунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрите программу «Итоги недели» на БУК-ТВ. Продолжаем выпуск. Мировое сообщество офтальмологов отметило свой профессиональный праздник. Ведущим центром в этой отрасли и в Брестской области, да и в целом Белоруссии, является медицинский центр «Новое зрение». Богатый клинический опыт, европейские методики в определении точного диагноза и применяемые современные технологии. В этой клинике вернули зрение уже многим жителям нашего региона. Счет идет уже не на десятки, а на тысячи человек. Зрение сохранено и возвращено взрослым и малышам, людям элегантного золотого возраста, юношам и девушкам. Хирурги и врачи-офтальмологи, детские офтальмологи, анестезиологи и реаниматологи, медсестры-ортоптестки и хирургические медсестры – все они профессионалы своего дела. Команда, которая возвращает зрение пациентам, делает жизнь людей яркой и интересной. В «Новом зрении» работают только лучшие. О них следующий материал программы «Итоги недели». Спасибо вам большое, потому что вы дарите нам новое ощущение и новое восприятие себя в этом мире. И это, поверьте, это просто замечательно. Вы волшебник. Я ощущаю себя абсолютно по-другому. У меня другой мир. Я в Сочи так вижу. Это просто какое-то чудо. У меня восхищение, изумление и благодарность только врачам. За два года работы медицинского центра с таким простым, но таким говорящим названием «Новое зрение». «Новое зрение» вернули тысячам пациентов, людям, которые уже не ожидали, что краски жизни в полном объеме можно ощутить. Можно, потому что «Новое зрение» – это самый современный офтальмологический центр в нашей стране, в котором собран и практикуется опыт мировой офтальмологии. Но самое главное – врачи, профессионалы своего дела, люди, которые знают свою работу и с честью выполняют ее. Если мы заявляем, что этот доктор достоин того, чтобы зайти в операционную и выполнять те манипуляции, которые необходимы нашим пациентам, это означает, что он на высоком профессиональном уровне, безусловно. Ильяс Напок – молодой, но весьма опытный рефракционный хирург. За его работой в операционной наблюдать одно удовольствие – каждое движение выверено и вымерено. Слаженность действий его команды – единый механизм. В «Новом зрении» впервые в СНГ интегрирована в операционный процесс инновационная система 3D-визуализации, что позволила дать максимальный контроль за ходом операции, увеличила точность проведения процедуры и позволила сократить время нахождения пациента в операционной. Это основательный прорыв. Мнение Ильи Петровича. Наша хирургия рефракционная относится к косметическим операциям. Пациент получает удовлетворительное зрение, когда он носит очки контактной линзы, и получает высокое зрение, высокое по качеству, когда мы делаем ему лазерную коррекцию. То есть и там он видит, и там он видит. И оправдать ожидания пациента – это, в общем-то, очень приятно. Интересно, когда к тебе приходят семьями, и когда мать с отцом привозят, допустим, ребенка в 18 лет или в 17, и от его зрения в послеоперационном периоде, от того результата, который мы получим, зависит, например, его профориентация. Если любишь свою профессию, идешь каждый день на работу, ну, не как на праздник, но воспринимаешь абсолютно все адекватно, и не могу сказать, что это тяжело, это в радость. Операция – это уже второй шаг пациента, очень ответственный. Но ему предшествует не менее сложный и определяющий этап диагностики. Он в новом зрении тщательнейший и длится порядка двух часов в результате. Собирается около ста параметров о зрительной системе пациента. Проводит диагностику опытной ортоптистки. От нас это очень многое зависит. Доктор берет карточку, он доверяет, смотрит. Ну, все должно быть правильно, везде. На топограмме, на рефракции, на ПЗО, на биометрии, везде должно быть все одинаково. И четко и правильно. Ведь сестра, автометристка должна быть очень грамотная. Ну, в нашей клинике других нет. Конечно, сложно, потому что наши сестрички знают и делают то, что не каждому дано. Они заглядывают в самое сокровенное – это глаза пациента. Все же знают, что глаза – это зеркало души человека. Заведующий диагностическим отделением Светланы Шарафанович знакомы пациенты, у которых диагностирована катаракта. Светлана Алексеевна – катарактальный хирург. В январе 2019-го в новом зрении появился новейший аппарат ОКТ с витриальным и витриоретинальным режимом, снабженный функцией аутангиографии и 3D-визуализации. В результате сегодня опытные хирурги-офтальмологи Светлана Шарафанович и Владимир Добриянец совместно с хирургами из Минска решают не просто трудные клинические задачи, а исправляют патологические состояния, ранее считавшиеся безнадежными. Речь идет о сетчатке и стекловидном теле и катарактальной хирургии в осложненных случаях. Это операция ювелирной точности. Так случилось, что где-то с 2000-х лет очень бурно стала развиваться офтальмология. И первое посещение живой хирургии нового зрения, когда клиника только открывалась, меня настолько впечатлило, что мне казалось, это какой-то космос. Новое зрение развивалось и благодаря этому развилась и вся офтальмология вообще в Беларуси. Если бы не новое зрение в 2000-е годы, то, наверное, такого бурного бы развития вообще в Беларуси не было. Ну и теперь я в новом зрении. Сказать, что легко, нет, никто не поверит. Ну да, конечно, тяжело. Каждая операция не похожа на предыдущую. То есть тут и творчество, и, что немаловажно, приходится... Ну, что отличает хирурга от терапевта? Что нужно принять решение в кратчайшие сроки и, в общем, сделать это. И часто бывает, что, когда ты сидишь в операционной, приходится одному тебе, в общем-то, принимать решение и посоветоваться не с кем. И поэтому, как бы, бывает сложно. Ну, тебе надо сделать выбор. Ребенок здоров, счастливы родители. Ведь именно здоровые малыши – мечта мамы-пап. В медицинском центре новое зрение лечение детей проводится на самом современном уровне с использованием лучших мировых и авторских методик. А техническому оснащению центра могут позавидовать многие детские клиники страны. С детьми нужно просто разговаривать, пытаться разговаривать на их языке, а, может быть, даже стараться просто встать на их уровень, подстроиться под них, чтобы ребенок тебя не боялся, чтобы он не чувствовал, что ты такая строгая, суровая тёся, а чтобы в белом халате, а чтобы он понимал, что страшного в этой жизни ничего не происходит, что, в общем-то, обследование абсолютно безболезненное, чтобы можно пройти достаточно весело. То есть вот в этом и отличие. Говорят, глаза и мир связаны без посредников. Но в новом зрении есть посредники, которые помогут, направят, подскажут. Медицинские сёстры-регистраторы – те люди, которые встречают и провожают пациента в центре. Какими качествами должен обладать человек, чтобы работать на рецепт? Ну, наверное, коммуникабельностью, любовью к людям – это сто процентов, и желанием помочь им тем, что поделиться тем добром, которое ты имеешь. Мастерство врачей нового зрения даёт пациентам совершенно новое качество жизни. Их стиль жизни – стремление к совершенству. Есть к чему стремиться. То есть предела совершенства нет. У каждого свой подход, у каждого своя методика, своя стратегия. Всё это нужно понимать, всё это интересно применению к себе. И, ну, я не знаю, горизонты расширяются постоянно. Нет, хочется совершенствоваться. Понимаешь, что вроде бы ты многое можешь, но предела совершенства нет. Моё жизненное кредо – это фраза Уинстона Черчилля. Он говорил, что не нужно говорить, мы сделали всё, что смогли. Нужно делать то, что нужно. И это есть задача Макс? Да. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для программы «Итоги недели». Три недели назад в Бресте состоялся открытый диалог председателя горосполкома Александра Рогачука с брещанами. Вопросов и предложений в ходе мероприятия, которое состоялось во Дворце культуры профсоюзов и проходило более трёх часов, оказалось порядка 80. Тематика самая разнообразная. Развитие городской инфраструктуры, асфальтирование дорог, празднование миллениума, будущее парка тысячелетия и другие. На многие вопросы брещане услышали конкретные ответы. Одной из остро прозвучавших стала тема работы участка по отлову и содержанию безнадзорных животных. Зоозащитники сетовали на то, что животные пребывают в ненадлежащих условиях, а волонтёрам, мол, и вовсе запрещен вход. Эта ситуация обсуждалась долго. В итоге градоначальник взял её под личный контроль. Наши корреспонденты также решили в стороне не оставаться и расставить все точки над «и». Шустрый и пушистик Сёма появился в семье Павла и Полины Малошонок два с половиной года назад. Покупать породистого, чистокровного кота молодые люди не планировали. Твёрдо решили – возьмут того, кто ищет дом. Увидев на просторах сети интернета крошечного, тощего, писклявого котёнка с самыми грустными глазами, ребята поняли. Этому четверолапому бедолаге нужно срочно спасать жизнь. Полина уверена – мир не изменится из-за спасения одного кота. Но для этого самого кота мир изменится навсегда. Кот был в состоянии таком «надо спасать». Это был самый бедный кот, который был вообще во всех объявлениях. Поэтому кто как не мы. Нельзя покупать любовь. И любовь, ну, она не будет. И это самые преданные коты, самые послушные, в меру характерные. Да, многие хотят иметь четверолапого друга. Но далеко не все готовы сами быть другом. Всё, мне, несомненно, очень повезло. Вот этим хвостатым полосатым фортуна лицом пока не поворачивается. Сегодня участок по отлову и содержанию безнадзорных животных – дом для 149 собак и котов. Каждую минуту в больерах неспокойно. Мурлыкающие обитатели то и дело обращают на себя внимание. И неудивительно. Среди них – часть подкидышей. Сотрудники участка говорят, что проблему так называемых отказников искоренить так и не удалось. Ненужными остаются самые верные. Раз в неделю, два раза в неделю люди приезжают, просто или оставляют коробки, или просто привязывают, или даже перекидывают через забор. Как население приносило, так и приносит. Объясняем, что это участок для безнадзорных животных, что домашних мы не принимаем. Ну, людей не пугает ни камеры, ничего, просто оставляют и уезжают. На пушистых постояльцев смотреть равнодушно невозможно. А работники участка, в свою очередь, стараются сделать пребывание животных комфортнее и уютнее. К примеру, сегодня уже завершено обустройство новой площадки для выгула котов. Это своеобразная пристройка к основному помещению. Доступ к большой террасе, где коты могут подышать свежим воздухом и погреться на солнышке, обеспечен благодаря специальному мосту-тоннелю. Большинство сейчас животных это отловленные, как бы они жили все время на улицу. Захотелось создать их обычную среду обитания. И появилась идея построить площадку для выгула. Прошло недели две, она уже, как говорится, функционирует. Вход в участок не просто открыт. Сотрудники этого места проводят большую агитационную работу по привлечению волонтеров, неравнодушных школьников и студентов, которые согласны принять на себя хотя бы часть работы по выгулу собак. Регулярно на базе участка проводятся благотворительные акции, экскурсии школьников. Это к вопросу о запрете посещений. Постоянно мы говорим деткам и также более взрослым, да, молодое поколение, которое к нам приходит, о том, что вот вы можете к нам прийти и ознакомиться с нашими животными, да. И затем же, но мы их приглашаем с родителями, конечно же, чтобы они потом приходили с родителями, так как непосредственно просто ребенок взять все животное не может. Уместнее повода оценить работу Брестского участка по отлову и содержанию безнадзорных животных, кажется, нет. Просто важно научиться оценить то, что сделано на благо животных и города. Сразу два военных конкурса проходят в эти дни под Брестом. Областной центр и полигон 38-й отдельная десантно-штурмовая бригада принимают старты, снайперский рубеж и полярная звезда. Проведение испытаний – это своего рода форма налаживания взаимоотношений между представителями войск разных государств. Торжественное мероприятие по случаю открытия прошло на площади церемониалов мемориала «Брестская крепость-герой». Далее все действия переместились на условную военную передовую. Насколько сложно и в то же время насыщено действом? Много ли преград на пути у участников? И, конечно же, как выступает наша белорусская команда? Ответы на эти и многие другие вопросы знает Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Вот уже неделю на полигоне Брестский шумно и очень насыщенно. Здесь параллельно проходят сразу два крупных военных конкурса – «Снайперский рубеж» и «Полярная звезда». И если первое испытание уже знакомо, то второе – «Новинка-2019». Соревнуются две команды – военнослужащие подразделений специального назначения Беларуси и России. На шести профильных этапах от напряжения – не то, что операторские руки – камеры не выдерживают. Преодоление заминированного участка местности движения по азимуту, налеты, эвакуация группы, прыжки на точность, стрельба в составе группы, основы медицины – на полигоне военнослужащие смогли проявить все свои качества. Конкурс «Полярная звезда» специально был разработан для подразделений специального назначения со всеми спецификами и особенностями именно проведения данных мероприятий. То, что специфично только для этого рода войск. Это и прыжки на точность, это прыжки в составе группы, это выброска грузов. То есть это чисто специфический конкурс для подразделения спецназа. Ну и соответствующее выполнение специальных задач в ходе марша, в ходе проведения налетов, засад и так далее. То есть это чисто специфический конкурс именно специального назначения. Пока одни группы участников сражаются за право быть достойными «Полярной звезды», команды из более чем двух десятков стран продолжают определять самых метких и ловких – снайперский рубеж. В ходе первого этапа каждый снайпер произвел 37 выстрелов по различным целям на дальности от 150 до 800 метров, по результатам которых нашей национальной сборной пока нет равных. В четверку вошли Беларусь, Россия, Казахстан, Китай. И здесь, наверное, мы не имеем никакой интриги развития обстановки. Но есть интересные результаты. Очень сильно прибавила команда Азербайджана по результатам прошлого года. Видно, что они готовились, готовились очень хорошо и достойно представляют свою страну вот на этой спортивной стрелковой арене. И откровением стало то, что дебютант, команда Вьетнама вошла в восьмерку. Это очень сильный результат. И она обошла те команды, которые показывали хорошие результаты в прошлом году. Во второй этап в восьмерку лучших вошли команда России, Узбекистана, Казахстана, Беларуси, Ирана, Азербайджана, Китая, Вьетнама. Эти участники продолжат борьбу за главный приз. Что же касается остальных, то для них предусмотрен отдельный блок заданий, главная награда по итогам которых – приз командующего силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси. В целом, участники отмечают особую теплоту приема и надеются, что приедут на старты в Брест еще не раз. Хорошие результаты. Мы второй раз с землей. Били в прошлом году тоже. Но хороший результат. Мы рады быть на этих соревнованиях. Прошлый год показал, что нам не хватало скорости. Над этим мы работали. И отступать точно не планируем. В эти дни соревнования продолжаются. Итоги будут подведены в середине августа в рамках торжественного закрытия мероприятия. Это были итоги недели на Бук ТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40, 22.50, утром в 7.15 и на нашем канале в YouTube. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте 54-63-67. Мы вас услышим. А прямо сейчас о погоде на ближайшие дни августа. Я, Виктория Нечаева, с вами прощаюсь. Поезд новостей в ваших домах будут только добрыми. 11 августа погоду в Белоруссии будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. В Бресте воскресный день будет отмечен переменной облачностью. Пройдут кратковременные дожди. Есть вероятность грозы. Ночью и утром сгустится слабый туман. Ветер западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 18-20, максимальная днем плюс 26 градусов. В начале рабочей недели Беларусь окажется под влиянием теплой воздушной массы, поступающей с юго-запада Европы. В дневные часы преимущественно в западных районах республики скажется влияние фронтального раздела. 12 августа в Бресте будет наблюдаться переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха в ночные часы составит плюс 16-18 градусов. До 29 градусов прогреться воздух днем. Редактор субтитров А.Семкин